Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Все профессии хороши, выбирай на вкус. Около тысячи жителей Карачева-Черкесии сегодня посетили ярмарку вакансий, некоторые смогли даже трудоустроиться. Чётко выполняет боевые задачи с первых дней спецоперации, награждён медалью за храбрость, а в участнике СВО Мухаммеде Мисходжеве наш репортаж. Определяют повадки пчёл и знают их способности. Фатима Даурова побывала в гостях у пчеловодов, пасечников и узнала, как добывают полезный мёд. Ребята из Центра военно-патриотического воспитания молодёжи Черкеска доказали свою отвагу и мужество, выполнили свои первые прыжки с парашютом. Найти работу мечты. Сегодня в Черкесске прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». С лучшими предложениями работодателей Карачева-Черкесии ознакомились сотни жителей республики. И наш корреспондент Альбина Ламкова. Елена Козека пришла на Всероссийскую ярмарку «Трудоустройство. Работа России. Время возможностей» с уверенностью найти работу по своей специализации. По профессии она повар. Получила пару предложений. Осталось определиться и заключить договор. Выбор большой. На любые желания, пожелания, специальности. Формация доходчивая. Зарплата разная. Работодатели здесь напрямую общаются с потенциальными работниками, что значительно упрощает процесс трудоустройства. Задав интересующие вопросы, сразу на месте заключают договор, говорит Юлия Тикеева, начальник службы управления персоналом завода «Каскад». На сегодняшний день предприятие предлагает семь вакансий. По опыту предыдущих лет вы с помощью этого мероприятия нашли себе работников? Конечно, да, формируется. Во-первых, база соискателей. Мы находим кандидатов. Всего в ярмарке участвовало около 30 организаций. Людей было много, больше тысячи человек. К некоторым стендам выстроилась большая очередь. Все активно общаются, обмениваются контактами. Большая часть из них, как мы поняли и заметили, это были выпускники образовательных организаций. Потому что в эти дни у нас сейчас выдаются дипломы. Вакансий много представлено. Порядка 207 вакансий. И где-то это 835 рабочих мест. Приняли участие в официальной части ярмарки заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Владимир Надыкта и председатель правительства республики Мурат Аргунов. Они осмотрели стенды и пообщались с работодателями. Яркое событие может привести значительные воды в развитие экономики, помогая обычным людям приобрести стабильность и уверенность в завтрашнем дне. А на сегодня все ее гости получили хороший заряд положительной голосности. Так как какая ярмарка без песен и танцев. Акина Лантова, Мухаммед Ашимоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Мухаммед Мисходжев из аула Кубина достойно защищает интересы России, находясь в зоне СВО. Награжден медалью за храбрость. Командир штурмовой группы приехал в отпуск домой. О своей службе он рассказал нашему корреспонденту Алибаташеву. Служить надо, долг своей родине отдать. Будем держаться, все будет хорошо, мы вернемся к близким. Все живы, здоровы. Он возвращался не раз и уезжал снова. С начала спецоперации младший сержант Мухаммед Мисходжев после специального обучения в составе штурмовой группы отправился на передовую. Под обстрел попадал и под минометный, и под танковый. Как говорил своему брату, единственное, говорит, не успеваю от танковых бежать. Когда танк стреляет, у него выход и прилет, секунда. А от остального всего можно сберечься. Вот единственное, к чему не привыкаешься, это к танку. А вам помогают вот навыки сапера? Вам приходилось им пользоваться там, да? Да, бывало мы антидроном отрабатывали и ловили вот украинские дроны. Они были заминированы камикадзе и разминировали их. Настоящий мужчина – это воин, который преодолевает свой страх и четко выполняет боевые задачи. Указом президента, уроженец Абазинского района Мухаммед Мисходжев, награжден медалью за храбрость второй степени и назначен командиром штурмовой роты. Когда там находишься, это ответственность. Как бы потери они будут в любом случае. Осознаешь, что это война и стараешься, наоборот, больше людей уберечь. Как-то эффективнее все это провести. Операцию, допустим, нам поставят задачу, эту операцию провести эффективно, без минимальными потерями. Все хотят вернуться домой, все их дома близкие ждут. Больше за это переживаешь. В Мухаммеде Мисходжеве поражает сочетание смелости, скромности и тонкого чувства юмора, который помогает выжить в любых условиях. Мы отрабатываем пулеметом по доту, пытаемся его пробить. Ну и слышим, там люди, что в нем находятся тоже. И даем нашему солдату гранату, типа, обходи, короче, закидывай, нам надо пробиваться. И он обошел, наверное, тоже побоялся, там по нему гонят и лежит, не двигается. Я ему кричу, кидай гранату, кидай гранату. Оттуда кричит, я тебя сейчас как кину. Успешно действовать в боевой обстановке помогает единство и братство всех граждан страны, говорит Мухаммед. Оснащение очень даже хорошее. Братство, ну как вам сказать, там нету, там ты русский, ты абазин, карачаев, черкес. Ты просто солдат, там нету национальности. Ты просто русский солдат, все. Там национальность не столь важна. Потому что национальность это не то место, где ее надо применять. Тем более мы боремся против нацизма, против этого. А там неизвестно, кто может тебе спасти жизнь. Отпуск заканчивается. Командир штурмовой группы в воинском звании капитана вновь собирается на передовую защищать интересы страны. Али Баташев, Артур МХЦ, Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Живая музыка, проникновенные песни, яркие танцевальные номера. В Карачаевске состоялся концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Он прошел в рамках информационно-патриотической акции «Беречь отчизну, долг и честь». И основной целью является поддержка проведения СВО, пример мужества и героизма. На концерт были приглашены представители власти, ветераны боевых действий и члены их семей. Артисты впервые в Карачаево-Черкесии подготовили разнообразную концертную программу. Помимо обширного репертуара, изюминкой ансамбля является исполнение национальных произведений того региона, в котором проходит их выступление. Так, песню «Салам алейкум» исполняли всем залом. Концерт прошел при полном аншлаге. Артисты подарили зрителям незабываемые ощущения и непередаваемые чувства. О потомственном пчеловоде, смелых парашютистах и незабываемом выпускном расскажем после прогноза погоды. Оставайтесь на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. В горах местами плюс 3, плюс 8. Днем плюс 23, плюс 28. В горах местами плюс 14, плюс 19 градусов. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 26, плюс 28 градусов. Продолжаем выпуск. Главная тайна пчеловодства заключается в том, чтобы в совершенстве познать жизнь пчел и суметь создать для них такие условия, в которых они никогда не остались бы без дела. Так считает пасечник в третьем поколении из аула Жако Арсен Мамхягов. В самый разгар медовой поры с ним и его коллегой пчеловода Мухаммедом Такбаевым сегодня встретилась Фатима Даурова, чтобы узнать некоторые особенности пчеловодства. Два закадычных друга – пчеловоды пасечник Мухаммед Такбаев и Арсен Мамхягов знакомы каждому любителю сладкого лакомства из родного аула и соседних поселений. За их медом всегда выстраивается очередь. А все потому, что он отличается качеством и полезными свойствами. Мед дает не улей, а умелое применение хороших способов ухода за пчелами, считает пасечник в третьем поколении Арсен Мамхягов. Мой прадед занимался этим всю жизнь. По отцу, прадед, дедушка, по матери, дедушка. Даже в совхозе пчелами он именно занимался, по матери, дедушка. И поэтому, наверное, ко мне пришло это, по наследству. Хторит его словами и более опытный и мудрый по годам пчеловод Мухаммед Такбаев. Как учитель физики, проработавший в школе 48 лет, он, как никто другой, разбирается в законах мироздания. И, конечно же, лучше определяет повадки пчел и знает их способности. Они различают цвет электромагнитных волн. Это радуга, семь чистых цветов. Это каждый охотник желает знать, где сидит фаза. Это человеческий глаз различает. А пчелы еще больше различают. Вот ориентируются они по этим электромагнитным волнам и возвращаются. Пчеловоды республики в конце мая, начале июня уже собрали первый урожай вкуснейшего полифлерного меда. Он вобрал в себя ароматную композицию весенних цветущих растений и высоко ценится по своим вкусовым качествам. Пасека нашего героя расположена на одном из красивейших мест жителей аула Жако называет его Четопа. Вся лощина, близлежащие холмы и поля, богаты разнотравием, с чьих соцветий трудолюбивые пчелки каждый день собирают мед. И буквально через месяц, в начале августа, начнется медогонка. Жизнь на пасеке в самом разгаре. Пчелки усердно трудятся, пополняя запасы чудесного нектара к медовому спасу. Теплые летние дни идут своим чередом. Арсен Мамхягов продолжает дело своих дедов и прадедов, наслаждаясь каждым моментом своего бытия в окружении непревзойденной красоты родного края. Фатима Даурова, Олег Малхожа, Вести, Карачаево, Черкесия. Свободное падение в приключения, прыжки в неизвестности, фееричные приземления. 20 воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска совершили сегодня прыжок с парашютом. Про самые яркие моменты и незабываемые ощущения первопроходцев на небе поделилась Майя Хамдохова. Готовность номер один. Раннее утро в сопровождении красивейшего восхода солнца. Молодых парашютистов готовят совершить прыжки с парашютом с борта самолета Ан-2 на базе Есентукского авиационного спортклуба. Поощрять активистов стало доброй традицией мэрии Черкеска за участие в парадах, различных соревнованиях, а также несение вахты памяти у мемориала «Огонь вечной славы». Вопросы есть? Никак нет! За время подготовки курсанты детально изучают парашют. Проходит инструктаж с опытными наставниками, изучают правила поведения в воздухе. В рамках данного вида спорта парашютисты выполняют прыжки в три подхода только при благоприятных погодных условиях. Организаторы уверяют, что смелость парашютистов не в том, что они не боятся прыгать, а в том, что они боятся, но прыгают. Кто-то относится более спокойно, кто-то очень щепетильно относится, каждая спрашивает, переспрашивает, это тоже очень хорошо. Но в основном, в основном состав, то есть это же дети не просто, вот мы подобрали на улице первых встречных, то есть дети предварительно готовились уже год, кто два, кто три, кто вес набирает, потому что они же дети, им надо хотя бы 50 килограмм, чтобы парашют снижался к земле с определенной скоростью. То есть они уже морально готовы все, поэтому практически у нас тут проблем никогда не бывает. Нельзя просто так взять и не стать парашютистом, шутят небесные покорители. Ведь это одна из разновидностей авиационного экстремального спорта, где оказываешься один на один между небом и землей. И здесь уже не важно, что за твоей спиной, закат или рассвет, главное, чтобы парашют раскрылся, ну или чтобы он был. Парашютисты — народ веселый и считают, что в их рискованном деле без юмора никак не обойтись. Но шутки заканчиваются, когда ты один на один оказываешься на небе в свободном полете и кажется, что нет пути назад. И в этот самый момент умение управлять своими эмоциями — важнейший навык в деле парашютистов, который поможет им спокойно приземлиться. А мимо земли, как говорится, не пролетишь. Впечатления и эмоции у воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи после приземления разные. Одни кричали от восторга, другие — от переизбытка эмоций, а третьи просто радовались победе над самим собой. Ведь прыгнуть с борта самолета на высоте более 800 метров под открытым небом — зрелище незабываемое. Оно помогает раскрыть не только профессионализм, но и важнейшие человеческие качества. С приземлением! Спасибо! Как ощущения? Очень классно, мне понравилось. Страшно было? Было страшно, но в итоге не страшно как-то. Седьмой прыжок уже прошел удачно. И каждый раз? Всегда. Как первый раз? Да нет, уже как родной. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня волнительный и долгожданный праздник для выпускников школ. В этом году в Карачаево-Черкесии аттестаты получат 1616 11-классников. Из них около 600 в Черкесске. Сегодня в парке «Зеленый остров» республиканской столицы организовано красочное музыкальное представление. Примерно в 6 вечера юноши и девушки собрались около стелы дружбы народов, чтобы затем всем вместе спуститься на основную территорию городского оазиса. Здесь они запечатлели для фотоархива последний день школьной поры, ближе познакомились со сверстниками из других школ, а затем отправились в амфитеатр. В этот день именно для них звучат со сцены многочисленные поздравления от представителей региональных и городских властей, отставших родными педагогов. И в эти минуты в амфитеатре продолжается торжественный вечер для выпускников из Черкеска. На прямой связи наш корреспондент Артур Мкце, который, похоже, тоже проникся атмосферой праздничного события. Добрый вечер, Елена. На данный момент выпускной бал плавно перетекает в завершающую стадию. О юных, пока еще и беззаботных лицах юноши и девушек, можно прочитать целую палитру эмоций. От радости за завершением важного этапа в жизни, до грусти и за расставания с наставниками и одноклассниками. Но выпускной бал – это праздник, и на нем главные виновники торжества должны были жить в привык. Спасибо, Артур. Поздравляем всех выпускников с окончанием школы. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Поймай меня», если сможешь. Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова